Всем привет, с вами Комиго и это туториал про то, как в фотошопе с помощью монтажных областей делать какие-либо составные элементы. Все равно там печатается у меня афиша. Время есть, почему бы не потратить на туториал. По работе часто приходится делать крупные широкие заголовки, которые состоят из некоторых элементов. И у вас может быть еще такая ситуация, что нужно, например, собрать что-нибудь формата А3, а есть в доме только А4 принтер цветной. Ну и иногда даже в типографиях такое бывает, у нас очень скверные на Камчатке типографии, поэтому мы страдаем. Ну и собственно туториал этот будет именно о построении таких изображений. С А3 более-менее все просто, потому что любой листик А4, А3, А5, А2, он может поделиться пополам. И допустим, если мы поделим пополам А3, то мы получим формат А4. Ну и собственно, например, так и делась вот эта афиша. Далее при печати мы просто склеиваем за дискотчем, ну и более-менее достойно выглядит. Допустим, откроем заново этот файл. Вот есть у нас такая загадка, она формата А3, такого масштаба. Следите, чтобы у вас изображение было еще разрешением 300 пикселей на дюйм или больше. Ну вообще смотрите, чтобы была эта цифра одинакая во всех ваших проектах. Для печати достаточно 300, можно, чтобы было еще красивее, еще были детальнее 600, выбрать циферку. Ниже 300 для печати уже будет проблема, потому что изображение будет мыться. Ну короче, вот изображение А3. Можно даже без монтажных областей обойтись. Просто выделить половинку. Так, сначала я выделю все. И с помощью вот этих линий направляющих выделю половинку. Можно просто для А3 обрезать изображение, экспортировать его и будет уже нормально. Если мы делаем это с помощью монтажных областей, то мы сначала преобразуем наш исходный файл в слой, двойным нажатием на слой сам. И выбираем в правой кнопке мыши монтажные области слоев. Вот, появилась первая монтажная область. Далее у меня это под одной кнопкой по умолчению, по-моему. Это две разные кнопки, есть инструмент монтажная область. Если мы выберем ее, то вокруг монтажной области нашей созданной появятся плюсики, по которым мы можем создать точно такую же. Точно такая же нам сейчас поможет, потому что мы сможем с помощью инструмента перемещения быстро сократить размер этой монтажной области в два раза. Далее дублируем наш исходный слой и переносим сюда. Сразу он выставился как надо, в первой половинке. И с помощью инструмента монтажную область создаем еще одну. Дублируем слой, переносим в третью монтажную область. Соки принтера. И выравниваем, уже чтобы вот эта кромка была с краю. Ну и вот, осталось это все экспортнуть. Чтобы экспортнуть, надо поубирать все лишнее. Вот, и в меню файл, экспорте, есть вариантик монтажной области файлы. С помощью него и можно автоматизировать экспорт. Если вы для печати, то скорее всего вам понадобится PNG или TIFF. Или PDF. Я использую PNG. Я работаю в RGB, как лох. Но я считаю, что принтер лучше. Меня разберется, как преобразовать RGB в CMUK. Если не знаете о чем это, не заморачивайтесь. Это принтерные типографские заморочки. Ну и собственно вот. Выбираем перекрывающиеся области. Если вдруг была выделена монтажная область, то берите галочку экспортируйте выбранные монтажные области. И выберите экспорт в PNG24, ну или форматик, в котором вы уверены. Здесь можно выбрать, куда сохранить. Ну и потом выполняем. Делается с двумя листиками, это довольно быстро. Если будет больше, уже надо будет подождать. Что-то Photoshop задумался. Полетел дальше. Да. Странно, потому что он... С длиннющими заголовками, где куча распайки на А4. Нет. Вон таких ламп. Ура! Экспортнулось. Ну и собственно оно выглядит вот так вот. Это если я бы вручную сохранил, а вот так вот то же самое, если бы распаял Photoshop по монтажным областям. Ну и он и подписывает. Вторая, третья. Если надо, можно будет еще вот тут подписать, чтобы оно в имени файла тоже отобразилось. Вот. Переходим к более хардовым вещам. Например, есть такой заголовок. Он размерами 900 сантиметров. И по высоте вот у него серединка, по-моему... А, здесь 10 сантиметров. Ой, 900 сантиметров. 90 на 10, короче. Вот, с выступающими элементами. Ясен пень, что просто так на А4 и на А3 его не выкатаешь. Нужно уже, да. Серьезно работать с монтажными областями. Я, когда вот планировал вообще вот такие дизайнники, я заранее с помощью направляющих примерно разделяю, как будет делиться лист, чтобы выступающие элементы, например, не попали в перекрывающиеся области. Потом вообще весь этот заголок делится вот на 4 части и склеивается вот здесь вот внахлёст идет лист, склеивается жидким клеем. Ну и норм, держится. Вот так вот выглядит уже раскиданное по листам А4. А4, 1, 2, 3, 4 заголовки. Здесь, к сожалению, не удалось сэкономить места. Не хватает всего нескольких миллиметров. Может обрезаться по краям бумага. Ну и вот более серьезный проект тоже с распайкой по монтажным областям. Здесь уже видно, что сэкономилось минимум 4 листика. Ну и вот 1, 2, 4 листиков. Собственно, вот приступим к расчленению наших заголовков. То же самое можно делать вообще с изображениями, которые, например, А2... Не, не А2. В общем, 4 и А4 превращаются в один лист, если у вас. То так тоже можно делать. Вот и следующий прием, о котором я сейчас расскажу. Собственно, давайте уже начнем. Нам нужен международный формат бумаги, в котором вы будете печатать в итоге. В моем случае это А4. Я его убираю в А4. Вот. Опять же, двойным нажатием по нашему фону преобразуем его в слой. И через правую кнопку мыши преобразуем монтажную область. Нужно вот именно через правую кнопку мыши, потому что, к сожалению, в прессе так нет формата А4. Я заранее раскидаю сразу на несколько монтажных областей. Ауч. Не очень удобный инструмент. Вот. Допустим, сетка 2х4. Вообще, я до этого делал это все вообще в гравити, гравит-дизайнере. Но они, разработчики тупые, решили воткнуть в Pro-фичи экспорт в 300 dpi и выше. Ну, как бы спасибо. Вы потеряли целую аудиторию, которая печатала на принтерах. Как бы зачем софтинка, которая не умеет печатать в высоком качестве, экспортировать файлы в таком качестве. Брум-брум-брум. Выбираю первую монтажную область. И засовываю сюда первый заголовок. Тут у нас сразу. Мы импортируем изображение, оно у нас подгоняется под рамки экрана. Здесь очень важно сначала зажать цепочку, чтобы она была выделена. И поставить размер изображения на 100%. Чтобы у нас качество изображения было один в один, как нам нужно. 300 dpi. И чтобы вместе с этим подогнались размеры. Ну и далее, так как я в длину все это размножаю, я поворачиваю, позиционирую как надо. Вот. Если надо, тут можно проверить еще размеры правой кнопкой мыши во время трансформации. Это Ctrl T, если что. Да, я такой. На ходке их великий гуру. Никому ничего не рассказываю. Через Ctrl T можно кнопкой мыши нажать на вот эти проценты, ширина. И указать, например, миллиметры. И проверить размер заголовка. Ну и, например, у меня вот. Сохранился вполне 900 миллиметров и какие-то там дробные циферки, которые уже погоды не сделать. Ну окей. Разместили. Я специально оставляю белое пространство, чтобы, если что, принтер не съел вот этот вот край при печати. Принтер у меня на самом деле привередривает, но благо печатает. Вот. Продублировал слой, засунул на другую монтажную область. Оно сразу расположилось в тех же координатах. Тут важно сохранить вот этот нужный зазор. С помощью зажатого шифта я перемещаю лист наверх и смотрю на вот эти в черном облачке циферки. Я знаю, что мне нужен зазор там в 32 примерно миллиметра. Я беру размер листа 297 вроде миллиметра в высоту. Отнимая 32, получается 265. И вот так вот грубо на 265 перемещаю. Нужны, если более точные манипуляции, можно, по идее, это сделать через Ctrl-T. И вот здесь вот вручную указываю координаты по Y. Но мне, например, погрешность пару миллиметров не сделает. Можно также это немного автоматизировать с помощью операций. Снова дублирую, снова перемещаю, смотрю на черное облачко. Вот. И последний огрызок. Тут мне уже нужно сохранить вот этого чувачка полностью. Поэтому я вот просто смотрю на глаз, а не по циферке, чтобы сохранился этот чувачок. Чтобы потом при склеивании был более-менее аккуратный шов. Чтобы он не был тут, там, сям, как-нибудь нелогично не располагался. Ну и, собственно, вот. Есть у нас, например, несколько небольших заголовков. Сейчас я их засуну. Вот во вторую монтажную область. И где-то... Ага, он поместился не туда. Ну да ладно. Если несколько небольших заголовков, то их можно зачастую в одну полосу объединить. Сейчас я поверну. Распихаю и покажу, что я имею в виду. Но это для экономии бумаги в целом. Для более рационального использования. Вот, например, один заголовок можно расположить и рядом другой. И если мы выделяем оба вот этих слоя, то мы можем их одинаково вместе дублировать и вместе перемещать на новую монтажную область. Ну и также попарно перемещать куда надо. Вот. Вот такие полезные вещи монтажной области. Монтажной области вообще, по-моему, появились уже в CC 2015, а то и в CCS 6. Но я думаю, если у вас в Photoshop CC, то должно вот так вот все работать. Вот, что я еще хотел показать. Еще иногда, чтобы помочь принтеру, желательно удалить ненужные части. Например, вот тут вот у меня вырезан такой кусочек заголовка. И на этой распайке, например, я хочу убрать вот эту часть, чтобы она не печаталась. Ну, чтобы печать была быстрее, но и меньше тратилась краски. Смотрю, какая монтажная область. Она восьмая. Я нахожу в списке мой слой и применяю быструю маску. Маски вообще полезная вещь. Если вы не знаете, что это такое, то надо изучать. Вот. С помощью прямоугольного выделения приближаю. Аккуратно выделяю то, что мне нужно. Через Shift можно добавить еще области. Вот. Выделю то, что мне нужно. Снова убираю то, что мне не нужно. Нельзя просто так взять и сразу сделать. Ну и вот. Главное выделить то, что нужно. И пока у нас выделен слой, пока у нас есть выделение, мы можем нажать на вот эту кнопочку, которая даже без подписи оказывается. А нет. Добавить слой маску. Такой прямоугольный с черной дырдочкой. В панели слоев. И слой автоматом обрезается. Эту слой маску можно редактировать. Тут, конечно, плохо видно из-за больших масштабов. Но можно ее редактировать, заменяя черным цветом те области, которые нам не нужны. Вот так вот. То есть, чтобы обрезать наше изображение, мы выделяем то, что нужно с помощью прямоугольного выделения и нажимаем вот этот прямоугольник с черной точкой. Не-не-не. Ну и вот так вот. Собственно, все. Экспорт у нас через, да, через экспортировать. Монтаж на области файла. Вот, например, с такими большими композициями очень это помогает. В целом у меня по этому туториалу все. Я пойду дальше допиливать вот эту мою распайку, уберу еще, почищу области, но в целом на этот туториал закончен. Спасибо за внимание. С вами был Космич. Удачи в ваших дизайнах, в вашей работе, печати и прочее. Бай-бай. Продолжение следует...